МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите главные новости Амурской столицы. С ними вас познакомят мои коллеги и я, Дмитрий Козлов. Здравствуйте. Благовещенским госавтоинспекторам пришлось ловить квадроцикл. Транспортное средство без номеров полицейские заметили рано утром на Воронково. Экипаж проследовал за рулевым, который не только проигнорировал требования остановиться, но и грубо нарушал ПДД. Нетрезвого водителя задержали, ему грозит уголовное дело. Впереди не менее интересные темы, не переключайтесь. Впечатляющий размах. Как идет реализация четырех крупных проектов в растущем районе города, проинспектировал Олег Имамеев. Сколько вешать в граммах? На асфальтирование Благовещенских улиц строители тратят тысячи тонн щебеночно-мастичной смеси. Под крышей дома своего. Юных патриотов областной столицы станут обучать военным тактическим премудростям в едином центре. Автобусы шести городских маршрутов вернулись на Пролетарскую. Пересечение улицы с Мухина открыли для проезда. Специалисты одели этот отрезок в верхний слой дорожной одежды. А пересечение Мухина-Зейская наоборот закрыли. Подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальтобетона на этом участке. Из-за этого меняется схема движения 11 маршрута. Он будет ходить по Калинина, Горького, Комсомольской, Амурской, Артиллерийской и Ленина. В среду, 14 сентября, вернется на прежнюю схему. Тысяча тонн асфальта понадобится, чтобы одеть участок Игнатьевского шоссе. К укладке верхнего слоя приступили на отрезки между Василенко и Студенческой. Асфальтированием этого перекрестка рабочие займутся в четверг, 15 сентября. Здесь в общей сложности нанесут тысячу тонн щема. В пятницу заасфальтируют карманы. Так, до конца недели участок от Тепличной до Студенческой полностью оденут в два слоя. Полностью готов отрезок Игнатьевского шоссе от нулевого километра до Тепличной. А Диченко в сторону Мухина снимают старое покрытие. Под ключ в Благовещенске идет строительство Конной. От улицы Пушкина до улицы Набережной. Сейчас обустроенной проезжей части там нет. Подрядчик на первом этапе, инженерные, изыскательные мероприятия, подготовка проектной документации. Непосредственно к работе на местности приступят в мае 2023-го. Что будет с краснокнижными деревьями, которые растут в этом районе, и почему стройку здесь называют грандиозной, расскажет Кристина Слепцова. Стройку в этом районе города действительно можно по праву назвать грандиозной. Здесь параллельно трудятся над четырьмя крупными проектами. Первый – это береговое укрепление, зеи и благоустройство прилегающей территории. Второй – это возведение нового фока. Третий – прокладка сетей для будущего комплекса. Ну и, наконец, четвертый – это реконструкция улицы Конной. По сути, новая магистраль свяжет районы города. Доконную построят от улицы Пушкина до улицы Набережная. Обустройство специалисты разбили на несколько этапов. Первый – строительство автодороги и временного ЖД-переезда. Второй – возведение непосредственно ЖД-переезда. Кстати, наличие в этом районе пути – не единственная сложность, с которой столкнулись при проектировании. Сейчас у них решается вопрос именно с пересадкой деревьев краснокнижных. То есть там тоже это в стадии заключения договоров и так далее. То есть они, в принципе, уже, скажем так, приступили к длительной работе. То есть они сейчас с растительностью разберутся, и там уже останутся чисто технические моменты, то есть выборка грунта, насыпь и так далее. Подрядчики уже обратились в Амуроход управления за разрешением на пересадку растений, занесенных в Красную Книгу Амурской области. После его получения с Дальгау заключат договор на эти работы. Вообще, дорога станет проездом к новому физкультурно-оздоровительному комплексу. Его обещают сдать в эксплуатацию до конца сентября и к набережной Зеи. Посмотрели по второму пусковому комплексу, который включает в себе первую часть отсюда строительного завода 600 метров, больше 600 метров. На сегодняшний день работы практически закончены. Все остались работы по озеленению. Они у нас переходят на весну следующего года. И установки малых архитектурных форм. У подрядчика сейчас ведутся переговоры с поиском поставщиков. И также эти мафы будут установлены, как и озеленение, в начале следующего года. Что касается подземных коммуникаций, которые тянут к новому ФОКу, в прошлом году проложили тепловую сеть до проектируемой камеры. В этом построят магистральную теплосеть до существующей камеры. И завершить работу планируют до начала отопительного сезона. Вообще, этот район города благодаря масштабным работам станет одной из точек притяжения благовещенцев и гостей города. Здесь будет на что полюбоваться. Например, с набережной открывается вид на оба автомобильных моста через Зею. Старый и тот, что только возводят. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Больше 90 гектаров земли на общую сумму около 48 миллиардов рублей застроят в областном центре. Работы проведут в рамках программы «Дальневосточный квартал». Реализация программы началась в 2021-м. Ее разработали для поддержки проектов комплексной застройки в городах Дальнего Востока. На оперативном совещании, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин, полпредпрезидента ВДФО Юрий Трутнев сообщил. Подобрано семь площадок в Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Сахалинской и Амурской областях, Республике Бурятия и ЕАО. В рамках программы возведут жилье для 80 тысяч человек. При этом в новых кварталах построят и всю необходимую социальную инфраструктуру. Школы, больницы, детсады. И к другим темам. В Преамуре коронавирус накинулся на подростков. Резкий рост заболеваемости среди несовершеннолетних жителей региона зафиксировали на прошлой неделе. По данным Амурского Роспотребнадзора, диагностировать COVID-19 у амурчан 15-17 лет стали втрое чаще. В целом же за минувшую неделю дети стали болеть COVID-19 почти на 40% чаще. Отмечаются росты среди взрослого населения на 4,6%. Наибольшей в возрастной группе 65+, на 9,1%. Всего за 7 дней зарегистрировали почти 2500 случаев COVID-19. Как уточняют специалисты, подавляющее большинство, почти 91% от общего числа заболевших, не вакцинировались. Лидером по распространению инфекции остается областной центр. В Благовещенске 987 случаев. В ДВОКУ сменилось руководство. Бывший начальник Александр Игнатенко получил повышение и переезжает за Байкальский край. Торжественную часть провели по всем традициям вуза. Прежний начальник выполнил воинское приветствие, снял фуражку, преклонил колено и поцеловал край знамени. Это традиционный ритуал прощания для ДВОКУ. Исполняющим обязанности руководителя военного училища стал генерал-майор Валерий Шарагов. Смена руководства, говорят здесь, не помешает учебе. Активно начинаем учебный процесс, уже начали его. Особое внимание, естественно, будет обращено на уточнение программы, учебной программы подготовки. Приоритет в обучении будет отдан практической направленности. Это учеба на полигоне, на тактических полях, используя вооружение, технике, с расходом боеприпасов, моторисурсов. Юных благовещенских патриотов станут готовить по-новому. Первый в Преамурье дом юной армии единое пространство для учебы и сплочения школьников открыли на базе 6-го лицея. Вместе с тем ввели несколько дополнительных направлений. Сергей Варавка узнал, какие профили ждут ребят и какими героическими поступками успели отличиться дети амурской столицы. Свой первый дом юный патриот открывает с гордостью. Раньше здесь учили военному и морскому делу. Теперь станут заниматься с юноармейцами, кадетами и спасателями. Некоторые из них, несмотря на юный возраст, уже совершили подвиги. Виктория Апаной спасла жизнь и предотвратила пожар. Мы находились дома с моим товарищем, делали проект по юноармии. И в один момент мы почувствовали резкий запах дыма. Выйдя на лестничную клетку, мы заметили то, что в соседней квартире открыта дверь. Оттуда идет большое количество дыма. Зайдя в квартиру, мы увидели пожилого человека, мужчина лет 85. Он был очень растерян. Мы оказали ему первую медицинскую помощь, приведлили квартиру, вызвали скорую помощь. И все хорошо. Виктория и другим отличившихся школьникам в торжественный день вручили награды. После всех ГСИ праздника провели мастер-классы представители ДВОКУ, Погрануправление военного следственного комитета и МЧС. Последние недавно прибыли из Ростовской области, оказывали гуманитарную помощь на Донбассе. И добровольцам действительно есть о чем рассказать начинающим спасателям. Мы обучаем приемам первой помощи, также профилактика ЧС, то есть агитация какая, что нужно делать, что не нужно делать, как себя вести. Также это эвакуация с помещения. Мы помогаем сотрудникам МЧС, активно с ними сотрудничаем. Также мы в ближайшее время начнем полное сотрудничество с юной армией. Благодаря появлению Дома юной армии, городской штаб смог открыть новые направления. Школу юного криминалиста, курсы тактической медицины и занятия по военно-прикладным видам спорта. В планах и вести еще один профиль в рамках форума «Вперед юной армии». Проект выиграл грант губернатора. В рамках этого форума мы будем проводить такое новое для нас направление, обучение по новому направлению, как школа разведотрядов. Ребята будут учиться ориентироваться, естественно, на местности, выявлять определенные пункты командные противника, ну и их пробовать уничтожить. То есть в дальнейшем планируется по данному направлению проводить соревнования. Всего сегодня в рядах юной армии Благовещенске больше 3800 школьников, 120 отрядов, и новый дом для них – уникальное пространство. Здесь они смогут выйти на новый уровень общения и обмена опытом, считают их старшие наставники. Сергей Варавко, Виталий Антонюк, программа «Город». В школе креативных индустрий несовершеннолетних благовещенцев научат зарабатывать деньги с помощью электронной музыки и графического дизайна. Новое пространство распахнуло двери накануне. Реализовали проект в рамках федерального «Придумано в России». Почему организаторам пришлось набрать в областном центре больше детей, чем планировали, и где еще в Преамурии станут учить креативу, расскажем в сюжете. Даже снять макету в дальнего расстояния. Фотографы и астрономы в одном лице. Стать ближе к звездам ученики школы креативных индустрий смогут благодаря современному оборудованию. Здесь все обустроено так, чтобы растить профи. «Школа мне, я думаю, очень поможет. В будущем хочу стать, даже не знаю, скорее всего, фотографом. Потому что мне очень понравилось снимать на фотоаппарат. Это интересно. В этом надо разбираться, настраивать там фокус, искать подходящие кадры». Кроме класса фото и видео, здесь еще три направления. Графический дизайн, звукорежиссура, электронная музыка. Позже откроют студии анимации «Виар». В течение первого года ученики изучат каждое из направлений, во второй выберут дело по душе для углубленных занятий. Изначально в школу креативных индустрий планировали набрать 120 детей, но заявок от юных благовещенцев пришло намного больше. Всех зачислить не смогли, остановились на 175 учениках. Бум желающих поступить нахлынул после того, как озвучили, кто станет педагогами. «По концепции школ креативных индустрий в Российской Федерации педагоги должны быть практиками. Поэтому мы искали в разных сферах, в соответствии с теми студиями, которые открыли, мы искали практиков, которые известны в Амурской области, которые чего-то добились и работают в этом направлении. Такая креативная команда у нас собралась». Профи обещают научить детей делать такой продукт, который будет приносить им доход в будущем. Кроме Благовещенской, школы креативных индустрий откроют в 32 городах страны. Первыми стали Кемерово, Владивосток и Калининград. «В Кемерово, в Калининграде уже были первые выпускники, которые окончили, прошли два года обучения. Школа креативных индустрий в Владивостоке в этом году. Дети пошли на второй год обучения, но в этом году мы уже увидели первые результаты, так как дети представили свои проекты, лучшие проекты, все три школы. И с детьми были заключены реальные контракты, монетизированные, по которым дети получат деньги». Кроме благовещенских детей, возможность учиться креативу появится и у юных тынденцев. Там подобную школу планируют открыть в 2024 году. Кристина Слепцова, Екатерина Борисова, Виталий Антонюк. Программа «Город». В БГПУ поздравляли китайских педагогов. Торжественную церемонию приурочили ко Дню Учителя. Его педагоги из Поднебесной ежегодно отмечают 10 сентября. В этом году День Учителя в Китае совпал с праздником «Середину осени». Преподаватели педуниверситета из двух стран отметили его по видеосвязи и обменялись подарками. «Работа педагогов честно связана с каждой семьей, с каждым ребенком, с каждым подростком и юношей. Поэтому работа в педагогах играет очень важную роль. Но у нас так говорят, если у вас в жизни встречалось с хорошим учителем, это ваше счастье». Кстати, некоторые студенты, которые только вчера окончили институт, сегодня становятся преподавателями. Как только что я окончила университет и имела вот это честь и стала вот это педагог. Я так поняла, наши педагоги, только что сейчас я поняла, как они воспитывают нас с содержанием и всегда помогают. И они не только передают знания, и, конечно, еще открыли вот этот новый мир. И немного о погоде. В выходные на Преамурье планируют выйти циклон с юго-запада. Наиболее интенсивные осадки ждут в северных районах, причем в объеме выше декадной нормы. В Тендинском и Сковородинском районах не исключен первый мокрый снег, поэтому будьте готовы к капризам природы, одевайтесь теплее и не болейте. Всего вам самого доброго. Спасибо, что выбираете Город 24. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»